В рамках проекта губернатора «Зима в Подмосковье» на центральном катке Люберец состоялся двухдневный спортивный праздник. Футбольная школа «Спартак» и Федерация самбо городского округа пригласили всех желающих на бесплатные катания на льду, мастер-классы от фигуристов и участие в конкурсах. Наши съемочные группы работали на празднике. СПАРТАК Праздник на льду организован, чтобы объединить дружный коллектив не только юных футболистов, но и их семьи. Помимо показательного выступления, для спортсменов подготовили конкурсы и тематические призы. Эта здоровая атмосфера позволяет популяризировать не только футбол, но и популяризировать спорт в целом. Сегодня у нас тематический приз – это лучший дресс-код сегодняшнего мероприятия. Кто по итогам голосования займет первое место, тот и получит уникальный спортивный футбольный мяч «Брендбуки «Зима в Подмосковье». Праздник для своих воспитанников устроили представители Федерации самбо городского округа Люберцы. Такие встречи за рамками борцовского ковра еще больше сплачивает коллектив. А тренировка на льду вполне может пригодиться и в самбо. Я считаю, что это тоже развитие координации – это большой плюс. Помимо этого, общение с детьми в неформальной обстановке. Для нас это важно. Хочется, чтобы дети активно, во-первых, проводили свои выходные. Коммуникация была и с родителями, и с детьми вне тренировочного процесса. Я очень хотел сюда прийти и пришел. Мне нравится, катался. Чему-то научился, например, делать фонарик. Я раньше катался, а сейчас разучился, но благодаря этому занятию я смог как-то свои навыки обратно приобрести. Тренеры Федерации пригласили на лед и подопечных семейного центра Люберецкий. Они также занимаются самбо на базе стадиона «Урожай». Мы, конечно, все поехали с большим восторгом сюда. Тем более день такой хороший, и мороз, и солнце, как у Пушкина. Некоторые наши воспитанники впервые встали на коньки, впервые увидели, что такое каток, и делают свои первые шаги. Прежде всего надо держать ровную спину, чтобы не подскользнуться, не упасть. И смотреть не вниз, а вперед. И ноги влево-вправо. Всего в двухдневном спортивном празднике на льду приняли участие более 400 детей и взрослых. Подобные встречи проходят в Люберцах каждый год. Уиза и Геазарян, Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, Телеканал ЛРТ.